Что произошло в мире? Мир разделился поровну на две такие равные части, можно сказать правую и левую. Да, это произошло в Америке. Вот в мире ты смотришь, вот так вот все разделилось на правых и левых, правых и левых, и оказывается пополам. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди вообще ничему не учатся. Они такие же, как они родились, какими их воспитали, что они по своей природе. Они изначально, когда рождаются, относятся или к одному сорту, или к другому сорту, и ты ничего не можешь сделать. То есть они или левых взглядов, грубо говоря, или правых взглядов. Да, да, вот он таким рождается, прямо из роддома. Да, 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 таким рождается человек. Уже даже можно по ребенку, можно сказать, к какому лагерю он отойдет? Практически, да. Да. То есть он в течение жизни не учится ничему, а вот идет по этой... Он не может измениться, он таким сделан, создан. Он будет тянуться к этому. Он может в ошибке оказаться там или сям, или как, но потом он все равно придет к тому, к чему он относится. Так, и что дальше? Что сейчас это показывает? То есть это показывает, во-первых, что нет одной идеи, объединяющей. Это точно, что нет ни одной объединяющей идеи. Это показывает, что человечество создано в равной пропорции, с правой и с левой линией. Исходя из своей природы, в которой он родился. Он так и идет. Исторожно, он так и идет. Они все время, каждый говорят об истине, кстати, и правые, и левые. Конечно, они говорят чистосердечно. А, они еще чистосердечные ко всему. Конечно, в общем, они чистосердечно говорят. Они не крутят, они таким образом, каждый из них на самом деле думает. То есть он из своей природы говорит, что истина вот эта. А этот из своей природы говорит, истина вот эта. То есть пока их жизнь будет так, один должен подавить другого, да? Этим они занимаются постоянно. Ну, пока так было, пока вот сейчас не пришло к середине. До этого как-то было больше правых или больше левых. Как-то раньше было больше левых, потом стало больше правых. И так вот они боролись. И вдруг сегодня, вот это именно сегодня, вы правы, это сегодня такой момент, когда вдруг они стали в равной пропорции. Ну, мы приходим к состоянию, когда уже мы начинаем видеть, что все это как-то идет по какому-то правилу. Кто первый начнет вот этот вот шаг к примирению, к тому, чтобы обняться? Никто, ни один, ни другой. Ну, тогда как это произойдет? Должна быть потребность мира. Вот об этом я говорю. Как придет потребность мира? Ну, вот ты же видишь, что она придет. Придет? Еще и да, еще и еще пару таких вот мук, когда люди не поймут, каким же образом они могут существовать. Как можно строить государство, если половина, точно половина государства против тебя? Да, это непонятно вообще. То есть ты президент, половина государства. Да. А вторая половина строит козни, чтобы тебя в следующий раз скинуть. Это так постоянно не может быть. Да. То есть где-то сейчас должен возникнуть крик этот, да? Да. Давайте как-то объединяться. Само состояние, оно поразительное. Да, 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 это точно. Не большинство, а меньшинство, там и так далее. То, что мы всегда изучали как-то в политэкономии или где. То есть вы говорите, истины в этом мире, рожденных правыми и левыми, истины нет в этом мире? Истины нету. Ни у одного, естественно, ни у другого. Точно. А она может быть только, если они сойдутся между собой в средней линии. Так. И тогда они, если они сойдутся для того, чтобы найти истину, они в этой истине признают Творца. То есть тот высший корень, откуда нисходят эти оба состояния противоположных. И тогда они там его найдут. А в нем они обнаружат истинное, замечательное объединение между собой. Субтитры создавал DimaTorzok